Депутаты законодательного собрания выяснили, как идут работы на важнейших для края стройках. Везде есть проблемы. Сорваны сроки реконструкции театра имени Пушкина. Подрядчик не может закупить новое оборудование для онкоцентра. Также есть определенные угрозы на стройплощадке крытого футбольного манежа. Строительство онкоцентра – важнейший для края медицинский объект. В нынешний раковый корпус ежегодно обращается до 50 тысяч человек. И он не справляется с такой нагрузкой. На строительство первой очереди нового онкоцентра выделено более 6 миллиардов рублей. Возведение идет по графику. Работы должны быть закончены в декабре этого года. Сомнений в том, что строители успеют к сроку, почти нет. Проблема в другом. Часть оборудования, которое обязан закупить подрядчик для оснащения медицинского объекта, просто перестали выпускать. Краевые власти обещают выкрутиться. Онкология, оборудование фирмы, которое предполагалось в проекте, значит, на момент поставки выяснилось, что она компания больше не выпускается вообще. Да, естественно, все эти вещи, приходится оперативно как-то на них реагировать и принимать решения. Поэтому, хотим мы или не хотим, но идеальных проектов не бывает. Еще один знаковый объект – театр имени Пушкина. Из-за смены подрядчика сроки реконструкции, скорее всего, будут сорваны. Завершить строительную работу обещали в апреле 2014-го. Сейчас говорят о третьем квартале того же года. А учитывая, что новый подрядчик еще не выбран, а старый компания «Унистрой» оспаривает решение о разрыве контракта в суде, и этот срок может быть не выполнен. Напомню, осенью прошлого года губернатор во время поездки на стройплощадку театра выразил недовольство низкими темпами ремонта и расторг с этой фирмой договор. При этом «Унистрой» успела выполнить работы на 73 миллиона рублей. Если строительная подрядная организация не подойдут, то становится нам зайти в отреставрированный новый театр имени Пушкина. Хорошо. Депутаты посоветовали министру строительства края Владимиру Цапалину более жестче относиться к недобросовестным подрядчикам, вносить их в черный список, чтобы в будущем они не смогли выполнять госконтракты. Заходит хулиганин по всем отношениям, и мы даже не клеим в черный список. Ежеквартально в СРО направляем все добросовестные подрядчики, которые у нас, допустим, недобросовестные, низкое качество информацию даем ежеквартально. В самой регулированной организации. В самой сложности, где Москва или Питер, это проблема. Еще один объект, который обсудили депутаты, – крытый футбольный манеж в Зеленой Роще. Он необходим клубу Енисей для тренировок и проведения официальных матчей в Морозе. На возведение выделено почти 2 миллиарда рублей. К июню этого года здесь должны закончиться работы по строительству фундамента манежа, а также четырехэтажного спортивно-тренерского блока. Подрядчик – московская компания «Премиум». Учитывая неутешительный опыт последних лет, депутаты считают, это тоже проблема. Столичные строители ранее затягивали возведение ледового дворца и других объектов. Не повторится ли ситуация? Впрочем, в Минстрое полны оптимизма. Они говорят, что тесно сотрудничают с москвичами. Большинство привлеченных субподрядчиков – краевые предприятия. Ну а если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Игорь Лобакин. Афонтовы новости. Продолжение следует...